Здравствуйте, друзья! Здравым смыслом отличается далеко не каждый человек на планете, поэтому стремление разработчиков максимально верно передать особенности какого-то исторического периода иногда оборачивается абсурдными ситуациями. Так создатели Мафия 3 навлекли на себя гнев партии юнионистов Северной Ирландии за миссию, в которой Линкольн Клей угоняет автомобили, прикрываясь историей о том, что они необходимы ирландской республиканской армии для совершения терактов в Белфасте. Депутат Джеффи Доналдсон и лидер партии Джим Алестер предложили убрать игру из продажи за то, что она якобы опошляет страдания невинных жертв и изображает терроризм в положительном ключе. Такое понятие, как художественный вымысел, политиков не интересует, так что авторам, возможно, придется изменить сюжет в злополучной миссии. С вами GamesBlender, еженедельный видеодайджест новостей игровой индустрии от 3dnews.ru. В сегодняшнем выпуске. Final Fantasy XV может выйти на ПК через год. Немного портал в Titanfall 2 Lost Ember — неочередной симулятор животных Впрочем, может, юнионисты просто любят старую добрую мафию и таким образом выражают свое недовольство третьей. К числу ее немногочисленных достоинств, YouTube-блогер They Call Me Connor недавно прибавил еще одно. Но он показал, что Нью Бордо поистине огромен. Обойти всю пустошь в Fallout 4 или Los Santos в GTA 5 можно быстрее, чем здешний город. Большие карты — это похвально, но важно еще и наполнять их контентом. Мы говорим это разработчикам Star Citizen, ведь продемонстрированные в CitizenCon процедурно-генерируемые планеты нагоняют легкую тоску. Порадовать могут разве что гигантские песчаные черви, которых мы так и не дождались в No Man's Sky. Но по-настоящему тоскливо стало, когда Крис Робертс занялся своим любимым делом — переносом выхода модулей, и объявил, что одиночная кампания Squadron 42 не появится в этом году. Вместо новой даты разработчик сообщил, что в сюжетном режиме будет больше 60 миссий и 40 кораблей. А с участием Гарри Олдмана, Джиллиан Андерсон и прочих звезд записали уже 20 часов видео и больше 1200 страниц диалогов. Одними цифрами вкладчиков не увидишь. Об этом знают разработчики Dual Universe — космической ММО, объединяющей в себе Майнкрафты No Man's Sky. Они пришли на Kickstarter с парой готовых демонстраций, благодаря чему собрали больше полумиллиона евро, а скоро сборы продолжатся на официальном сайте. Строить корабли, космические станции, целые города и развивать цивилизации будем в конце 2018-го. Немного раньше, весной того же года, должна выйти другая любопытная игра с Kickstarter — Lost Ember. Нужные 100 тысяч евро это приключение получило всего за пару дней. А впереди еще почти месяц сборов. В роли волка игроку предстоит раскрыть тайны погибшего народа, и в этом ему помогут другие животные. Побывать горным козлом, кротом, попугаем или морской свинкой хотят уже 3000 вкладчиков. Да и как не захотеть после такого милого и душевного трейлера? Почти такого же милого, как платформер Cuphead. Мы говорим почти, потому что всякий, кто отважился посмотреть посвящение Бимбо или какой-нибудь похожий американский мультфильм 30-х годов прошлого века, знает, что такое непоправимый вред психическому здоровью. Воссоздать атмосферу этих «добрых» детских произведений решили разработчики из канадской студии MDHR. Да так увлеклись, что игра разрослась в масштабах и теперь выйдет не в этом году, а только в середине 2017-го. Если вы отважитесь ознакомиться с этим жутковатым периодом истории мультипликации, то за прохождением Resident Evil 7 будете зевать от скуки. Не поможет даже полное отсутствие в игре онлайна и постылых клише вроде «Толб плотоядных мертвецов». По словам продюсера Масатики Каваты, в седьмой части разработчики прежде всего хотят заставить нас испытывать страх неизвестности, а сражаться с врагами в основном предстоит один на один. Capcom уже задумалась о выпуске демонстрации на других платформах, а пока выложила в свободный доступ техно-демо Kitchen для PlayStation VR, из которого выросла идея Resident Evil 7. Но и без нее первая неделя продаж устройства выдалась насыщенной. По заявлению Шона Лейдена, шлем уже приносит Sony прибыль. Любопытные покупатели принялись подключать его ко всему, у чего нашли HDMI-разъемы. Оказалось, что гарнитура работает в связке не только с PS4, но и с ПК, Xbox One и даже Wii U, в так называемом кинематографическом режиме безобъемного звука. Но вернемся к вечной теме переносов. Поиграть в адаптацию пятницы 13-го на этот Хэллоуин не выйдет. Релиз переехал на весну будущего года. Зато она не ограничится мультиплеером, летом добавит еще и одиночный режим. А вот разработчики из Obsidian научились выпускать игры в срок. С одной оговоркой — концепция Тирани родилась еще в 2006-м. Но планам помешали финансовые проблемы. Kickstarter творит чудеса. Pillars of Eternity принесла студии достаточно денег, чтобы завершить разработку еще одной изометрической ролевой игры в кратчайшие сроки. И при этом ни разу с момента официального анонса не перенести релиз. Тирани выйдет 10-го ноября. В Steam уже открылись предзаказы. Моральные дилеммы в мире победившего зла не так сложны, как та, в которой вы окажетесь, выбирая между Тирани и Dishonored 2, премьера которой состоится днем позже. Разработчики продолжают убеждать нас в поразительном разнообразии геймплея. И, надо признать, удается им это без труда. В новом трейлере герои то перемещаются между настоящим и прошлым, то решают головоломки в механическом особняке, похожем на гигантский кубик Рубика, то прыгают по чучелам животных в кунцкамере викторианской эпохи. Аркейн — это слишком жестоко, ведь ждать еще почти целый месяц. Добиться невиданной геймплейной вариативности вознамерились и разработчики Titanfall 2. Респаун считает, что в перерывах между эпическими битвами на далекой планете, прыжками по стенам и зрелищными постановочными сценами игрокам пойдет на пользу остановиться, осмотреться и подумать, а поэтому в игру добавят головоломки. Главное, чтобы разработчики не слишком увлеклись скрещиванием жанров, а то ведь так дойдет и до строительных элементов в духе Minecraft. На прошлой неделе в Сиэтле прошла конференция Steam Dev Days. Valve анонсировала нативную поддержку контроллера DualShock 4 для Steam, похвасталась почти миллионом проданных фирменных геймпадов и объявила о том, что делает новый парный контроллер для HTC Vive, который крепится к ладоням. Журналисты его назвали «виртуальными руками». И все же нам нужно от Valve немного не это, и компании хорошо об этом известно. Можете запускать свои шутки про цифру 3. Грег Кумер заявил, что в начале 2017 года компания анонсирует нечто, что не разочарует никого из присутствующих в зале. Таинственный проект связан с VR, и если принять во внимание недавние слухи о том, что Valve делает Half-Life для виртуальной реальности, количество наиболее вероятных предположений сокращается примерно до одного. Гейб Ньюэлл когда-то высказывался против эксклюзивов, так что надеемся, что разработчики не обделят самой ожидаемой игрой в истории тех, у кого нет VR-шлема. Как Valve не торопится с третьей халвой, так и Square Enix уже одиннадцатый год никуда не спешит с Final Fantasy XV. На консолях она выйдет 29 ноября, а вот тем, кто держит кулачки за ПК-версию, придется подождать в лучшем случае год. Столько, по словам Хадзимы Табаты, нужно, чтобы сделать ее лучше из всех вариантов игры, на меньшие разработчики не согласны. Но пока это пустые разговоры. Для ПК игру еще даже не анонсировали. Какие проекты увидят свет на этой неделе и какие вышли совсем недавно, вы узнаете из нашей постоянной рубрики Календарь Games Blender. Как и всегда, осенью разработчики снабжают нас блокбастерами гораздо быстрее, чем мы успеваем их проходить. И это на фоне извечного многообразия новинок от инди-студий. Среди последних стоит обратить внимание на Crazy Machines 3, футуристическую MMORPG Project Genome от российской студии Neuron Haze и Goner. Эта двухмерная фантасмагория приглянется всем фанатам Nuclear Tron и просто любителям хардкорных и стильных рогаликов. После этого можно получить свою долю кровавого насилия в Sirius M.VR The Last Hope. Но только если у вас есть HTC Wi-Fi, если при этом вы не гнушаетесь покупать игры в раннем доступе. Не нашлось лишних 800 баксов? Не страшно. В пятничный Battlefield 1 крошить врагов можно будет без всякой виртуальной реальности. Только помогут вам в этом не лазерные пушки, а маузеры со штыками, сабли, окопные булавы и копыта вашего скакуна. На днях выяснилось, что для любителей экзотики разработчики припасли Калибри — самый маленький в истории пистолет массового производства. Стрелять из него здесь почти как кидаться теннисными мячиками. Идеальное оружие для троллей. От локальных побед в Battlefield 1 к завоеванию всего мира в Civilization VI. Недавно разработчики представили второго главу Греции, чем подтвердили летние слухи о том, что в шестой части у наций будет несколько лидеров с разными политическими установками. Например, в отличие от покровителя искусств Перикла, спартанская царица Горго не представляет развитие своего народа без постоянных военных побед. Всем спасибо за то, что были с нами. Не забывайте, как всегда в конце выпуска, мы демонстрируем вам новый трейлер, переведенный на русский язык. На 3D News вас ждут новости из мира игровой индустрии и обзоры самых ярких проектов. На прошлой неделе мы сбились со счета, перечисляя глупые дизайнерские решения в Mafia 3, восхитились по-голливудски зрелищной Gears of War 4 и бессловесной, но выразительной Вирджиния. До встречи в следующих выпусках GamesBlender, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Привет! Меня зовут Грим Боид. Если вы уже давно играете в Battlefield, то вам наверняка понравится то, что Battlefield 1 не забыла о ветеранах серии. Сейчас мы поговорим об этом подробнее. И я начну с идеального ветерана Battlefield, Ларса Густавсона. Как дела, Ларс? Всё нормально, спасибо. Отлично. Под ветераном я подразумевал невероятно опытного игрока, а не бога сражений. Итак, Ларс, на что в первую очередь обратят внимание давние поклонники серии в Battlefield 1 и что оценят? В первую очередь мы ушли от сеттинга современной войны, который был в Battlefield 4 и Hardline, от самонаводящихся ракет и инфракрасных прицелов. Сейчас всё более аналоговое. В игре нет подобного вооружения. Вы видите то, что видите. Динамическая погода должна работать так же, как и в реальной жизни. Допустим, в тумане видимость снижается, и я могу подкрадываться к людям. Игроку нужно прислушиваться к шагам. Разрушение. Если я уничтожил основание, то и верхняя часть упадёт. Мы хотели, чтобы мир игры реагировал так, как вы ожидаете, и нам не пришлось бы учить вас разным механикам. В общем, неважно, ветеран вы или новичок. Я думаю, пользователи будут осваивать основной игровой процесс. От этого выиграют все, поскольку в конечном итоге всё сводится к умению использовать предоставленные возможности. Умению использовать песочницу. Как раз этого мы и добиваемся. Думаю, тем, кто давно играет в Battlefield, скажем, со времён Bad Company, понравится, как мы переработали классы. В Battlefield 1 мы хотели сконцентрироваться на командной игре и взаимодополняемости различных классов. Каждому классу доступно куда меньше оружия, они более специализированы. Как раз по этой причине они дополняют друг друга и заставляют работать в команде. Мне кажется, что подобное в какой-то мере похоже на Bad Company 2. Мы как раз на это нацеливались и надеемся, это понравится давним поклонникам серии. Ветераны Battlefield почувствуют себя в Battlefield 1 как дома. Это игра, которая кажется знакомой, но в то же время предлагает нечто новое. Я думаю, нам удалось сбалансировать эти две составляющие. Мы развивали серию с каждой частью, так что опытные пользователи могут зайти и действовать эффективно. Здесь есть несколько новых трюков, которым придётся научиться. Думаю, игрокам они понравятся. Я тоже часто играю в Battlefield со времён первой части, Battlefield 19.42. Это проект, который мне очень нравится, и, пожалуй, в Battlefield 1 есть несколько культурных, а также геймплейных отсылок к дебютной части. Так что если вы были с серией продолжительное время, то почувствуете себя дома. Мне бы хотелось рассказать более подробно о том, как создавались мультиплеерные карты для этой части. Мы хотели избежать каруселей на локациях, так что основная идея в том, что когда у вас есть две команды у разных флагов, и они двигаются по направлению друг к другу, то встреча и сражения происходят между этими точками. Вы сразу заметите преимущество работы в команде. Другие игроки воскрешают вас, лечат, пополняют боезапас. Это была основная мысль при создании карт, убедиться, что фронт сдвигается туда-сюда по ходу матча. Подобное заставляет действовать в группе, работать всей командой, создаёт более сбалансированные и наполненные экшеном сражения. Здорово, Даниэль, спасибо за уделённое время. Давние поклонники Бэттлфилд, вы в надёжных руках. Очень скоро увидимся на полях сражений.